Здравствуйте друзья! Некоторое время назад в обзоре потолочного светильника E-Lite Smart LED упоминался одноклавишный настенный выключатель Акара, который управляет этим светильником. Я решил немного подробнее рассказать про это устройство, чему и посвящаю этот обзор. На момент покупки на Алиэкспресс данный выключатель стоил 21 доллар 37 центов. В момент создания этого обзора он уже стоит немножко дешевле. Однако сейчас проходит распродажа в магазине Gearbest, где версию такого же выключателя но с двумя клавишами можно купить за 19 долларов 99 центов. Версии с одной клавиши сейчас там почему-то нет. Это несомненно выгоднее не только по стоимости, а и по функционалу, так как на вторую кнопку можно повесить выполнение любого сценария. Поставляется выключатель в белой картонной коробке, которая характерна для большинства устройств системы из экосистемы умного дома Xiaomi. Сзади на коробке указаны технические характеристики. Это размеры 86 на 86 на 15 миллиметров, протокол работы ZIG-B, элемент питания CR2032, условия работы, температура от минус 5 до 60 градусов Цельсия, влажность от 5 до 95%. В комплекте выключатель, крепеж, наклейка 3M скотча и инструкция на китайском языке. Выключатель представляет собой плоскую квадратную пластиковую коробку с клавишей по всей фронтальной поверхности. Задняя часть совершенно плоская, так как эта версия выключателя полностью логическая и работает только как условия смарт-сценариев. В комплекте имеется большой кусок двустороннего 3M скотча для крепления на стену. Установить такой выключатель можно в любом нужном вам месте. На нижнем торце имеются пазы для отвертки для разборки выключателя и два светодиода, как и на двухкнопочной версии. Видимо, с целью экономии, производитель использует одинаковые детали. Основные размеры выключателя также полностью идентичны уже обозрённой мной двухкнопочной версии выключателя с физическим размыкателем и составляет 86 на 86 мм. Сняв клавишу выключателя, видим, что внутри также используются одинаковые заготовки для двух- и однокнопочной версии выключателя. Здесь микропереключатель 1 и находится по центру. Элемент питания CR2032. Внутренняя часть клавиши также универсальная. Производитель явно умеет оптимизировать производство. Подключение. Выключатель работает по протоколу ZigBee. Для его работы нужен шлюз Xiaomi Gateway. Важно знать. Смарт-розетки, про которые я уже рассказывал в своих прошлых обзорах, которые работают по протоколу ZigBee, они же по совместительству являются ретрансляторами сигнала. Могут себе позволить, так как имеют доступ к сети электропитания. Достаточно просто подключить розетку к шлюзу и включить ее в сеть. Включено в нее что-то или нет, активированная ее работа, имеется в виду статус он или нет, не имеет значения. Процесс подключения стандартен. Выбираем тип устройства из списка SubDevice, нажимаем на кнопку и процесс подключения завершен. После того, как устройство сопряжено с шлюзом, оно появляется в списке подключенных устройств. В отличие от версий с физическим размыкателем, своего плагина оно не имеет. Сравнить выключатель можно с беспроводной кнопкой, которую я также обозревал. При нажатии на строку устройства, попадаем в окно управления с двумя вкладками, список сценариев, в которых участвуют выключатели, журнал работы. В отличие от втрое более дешевой кнопки, этот выключатель имеет только один тип действия – одиночное нажатие. Напомню, что кнопка имеет их три – одиночное, двойное нажатие и удерживание. То есть, вся ценность этого устройства – именно в его форме – классического, большого и удобного выключателя. Логики тут немного. Одно единственное действие – сингл-клик. И естественно, работа в сценариях только в качестве входного условия. Лично у меня он работает как выключатель умного потолочного светильника E-Light Silent Light. В принципе, кнопка может работать для управления любого светильника E-Light, при условии подачи на него постоянного питания. Именно такой вариант я рассматривал в обзоре про потолочный светильник. Она также может дублировать выключатель с физическим размыкателем. В условиях сделанного ремонта это оправдает его высокую стоимость. Это явно будет дешевле, чем штробить канал для провода. Либо оно может быть условием срабатывания любого сценария с большим количеством действий. На этом все. Надеюсь, обзор был вам полезен. Если вам он понравился, ставьте лайк. Буду рад, если вы подпишитесь на мой канал. До новых встреч в будущем. До свидания.